Такая правоохранительная структура, как Следственный комитет, в нашем государстве существует не так давно, однако время уже подтвердило ее необходимость. По оценкам руководителей различных ведомств, качество предварительного следствия значительно улучшилось. Повышена раскрываемость преступлений, увеличено количество задержанных правонарушителей, снизилось число дел, направленных прокурорами для дополнительного расследования. На текущий день, как я уже определил, благодаря, на мой взгляд, именно вопросам довольно эффективного и должного взаимодействия среди подразделений следствия с подразделениями органов внутренних дел при должном прокурорском надзоре, у нас раскрыты все умышленные убийства, совершенные на территории Брестской области, все умышленные причинения тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть потерпевшего, а также другие резонансные преступления для нашей Брестской области. В Брестской области уровень взаимодействия Следственного комитета с другими ведомствами достаточно высок. Однако, определенные недостатки в этом сотрудничестве все же есть. К ним относятся проблемные моменты сдачи правовой оценки по конкретным обстоятельствам и фактам. Впрочем, они незначительны и своевременно устраняются. По моему мнению, следователь должен обладать это умением, то есть это всегда повышать свое, самосовершенствоваться, то есть всегда учиться, потому как мы работаем с разным контингентом людей, то есть бывает как бы и люди очень высоко интеллектуально образованные, с несколькими высшими образованиями, поэтому как бы следователь должен соответствовать их уровню, то есть чтобы не опустить свой моральный статус и в принципе даже объяснить человеку, даже если мы пытаемся его и наказать, объяснить, за что мы ему наказали, то есть чтобы не было как бы у человека обиды к нам. Работа Следственного комитета требует от служащих в высокой степени самоотдачи и компетентности, поэтому их будни очень часто бывают напряженными. Однако в ежедневной работе есть и приятные моменты профессионального признания. Совещание не стало исключением. После того, как все намеченные вопросы были обсуждены, четырем сотрудникам Следственного комитета вручили погоны с присвоением очередных специальных званий.